Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! На своем первом заседании новое правительство Молдова под руководством премьер-министра Натальи Гаврилицы отправило в отставку почти всех госсекретарей министерств, глав государственных ведомств и агентств. Освобожден от должности посол Молдовы в Российской Федерации Владимир Головатюк. Как заявила в интервью местным СМИ глава Кабмина Гаврилица, выдвинувшая ее на этот пост про президентская партия «Действия и солидарность» готовит закон, позволяющий уволить генпрокурора Александра Стояногла, отставки которого давно требуют депутаты этой партии. ПДС хочет перезапустить систему. На заседании правительства премьер призвала министров первые месяцы работы быть наполовину прокурорами. Меня и граждан интересуют схемы, с помощью которых из подведомственных вам министерств и учреждений воровали деньги. Очень прошу проверить все контракты о госзакупках, которые заключались в последнее время. Также прошу проинформировать нас о том, какие фирмы заключали контракты о госзакупках. Какие процессы госзакупок кажутся вам подозрительными – проведение тендера или цены на товары или оказываемые услуги, сказала она. Между тем, часть отправленных в отставку чиновников заранее подали заявление по собственному желанию. 9 августа правительство удовлетворило их просьбы. В числе тех, кто отказался от поста добровольно, глава агентства земельных отношений и кадастро Анатолий Гелаш. СМИ неоднократно писали о его дорогой недвижимости и бизнесе, в том числе о том, что фирма его супруги выиграла крупный тендер на ремонт дорог. Аудиторы счетной палаты пришли к выводу о завышенных ценах на работу и материалы. Но никто не был привлечен к ответственности. Некоторые из отправленных в отставку госслужащих давно себя скомпрометировали. Им ничего делать в публичном управлении, уверен политический аналитик Алексей Тулбуре. Отставка Гелаша и нескольких других персон связана именно с расчисткой системы. Что же касается госсекретарей, то их меняет любое правительство. У властей благодарное намерение. Они хотят перезапустить страну. Люди хотят не смены политических элит о новой модели жизни, говорит эксперт. Он, однако, не берется предсказать, во что все это выльется. Будет ли качественное изменение ситуации? По словам Гроссу, уволить можно любого, кто не выполняет своих задач, в том числе утвержденного парламентом генерального прокурора. С его точки зрения нынешний глава Генпрокуратуры Александр Стояногло не оправдал ожиданий. По мнению спикера парламента, общество ждет расследования громких дел, связанных с выводом в офшоры из молдавских банков миллиарда долларов США. С ландроматом, с распутыванием коррупционных схем. ПДС обрела всю полноту власти, выиграв досрочные парламентские выборы 11 июля. У партии 63 мандата в парламенте и 101. В правительстве, сформированном 6 августа, члены партии и близкие к ней люди. Президент Майя Санду также выдвиженец ПДС и бывший ее лидер. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok